Россия в диаграммах. Какая реальность скрывается за путинскими целями развития? Валентина Ромей. Финанси Альтимес. Великобритания. 10 мая 2018 года. Владимир Путин начал свой новый президентский срок с очень громких обещаний. В течение следующих шести лет Россия должна совершить прорывы в науке и технологиях, а также в области социально-экономического развития, что нашло отражение в указе, который президент подписал сразу после церемонии инаугурации в понедельник, 7 мая. Господин Путин поручил своему правительству ориентироваться на 9 целей национального развития, чтобы к 2024 году радикальным образом повысить уровень жизни россиян и модернизировать экономику. Это не пустые слова, мы все это просчитали, сказал он на этой неделе во время беседы с депутатами. Однако, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, чтобы реализовать этот план, правительству нужно будет потратить дополнительно 8 триллионов рублей в течение следующих шести лет. Это почти 9% российского ВВП за 2017 год и почти половина всех государственных расходов, заложенных в бюджете на 2018 год. Если проанализировать ту ситуацию, в которой Россия находится сейчас, это поможет объяснить такую гигантскую сумму. Во многих областях страна настолько далека от поставленных Геном Путином целей развития, что его планы кажутся не просто амбициозными, а скорее совершенно утопическими. Цель – сделать Россию одной из пяти крупнейших экономик мира по данным Международного валютного фонда. Россия в этом году занимает 12-е место среди крупнейших экономик мира. Вероятнее всего, Россия не сможет подняться в этом рейтинге как минимум до 2023 года. Прогнозов МВФ позже этого года пока нет. Россия немного ближе к своей цели, если ее воловую продукцию измерят по паритету покупательной способности, то есть при помощи метода, в котором учитывается разница в ценах между различными странами. В этом случае Россия сегодня является шестой крупнейшей экономикой в мире, и от Германии, которая занимает 5-е место, она отстает всего на 5%. Однако, по прогнозам МВФ, к 2023 году Россия опустится до 7-го места. Цель – увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет. Сегодня средняя продолжительность жизни в России составляет 72-го года, что лишь немного ниже средних мировых показателей. Однако на 10 лет меньше средних показателей в странах с высоким уровнем доходов. По прогнозам ООН, Россия не сможет добиться увеличения средней продолжительности жизни до 78 лет как минимум до 2065 года. Цель – сделать Россию одной из 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. С 2003 года показатели 15-летних российских школьников выросли, особенно в области математики и чтения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках международной программы по оценке образовательных достижений учащихся организаций экономического сотрудничества и развития, АЭСР. Но, несмотря на все улучшения, Россия еще очень далека от того, чтобы войти в первую десятку стран по качеству общего образования. В настоящее время она занимает средние строчки среди стран АЭСР и очень сильно отстает от стран-лидеров. Цель – увеличение объема жилищного строительства до 120 миллионов квадратных метров в год. По данным Национальной статистической службы, жилищное строительство сейчас переживает подъем. Однако пока его темпы отстают от поставленной ганом Путиным цели примерно на 40 миллионов квадратных метров в год. Более того, объемы жилищного строительства сегодня на 8% меньше по сравнению с его пиком в 2015 году. Цель – достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 миллиардов долларов в год. Значительная часть российского экспорта – это нефть, газ и другие природные ресурсы. Политика, направленная на развитие производства конкурентоспособных экспортных товаров, которую государство проводило в течение последних нескольких лет, принесла весьма ограниченные результаты. Теперь, когда цены на нефть снова растут, стимулов для того, чтобы продолжать реализацию этой политики, становится меньше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова